Дамы и господа, приветствую! Меня зовут Илья, а это iPhone 15 Pro Max. Среди основных и главных отличий это вот оно, USB-C вместо Lightning, который был с нами с 2012 года. Теперь Apple нам позволяет заряжать смартфон одним кабелем, тем же самым, чем мы заряжаем все вокруг. И если вы думаете, что это таким образом Apple пошла нам, пользователям, навстречу, хрен там плавал. Евросоюз обязал Apple использовать универсальный разъем для зарядки. А вот он, пожалуйста. Ну, а так как огромное количество периферий нас окружает с USB-C, то, чем я занимался последние пару дней, это ходил и подключал все, что возможно, в iPhone 15 Pro Max и смотрел, что из этого получится. Давайте покажу, там есть довольно забавный сценарий использования. Поехали. Ну, давайте начнем с самого неожиданного. Мышка. Игровая Razer Bazelisk V3 Pro. Берем кабель, подключаем в мышку, потому что, возможно, беспроводного подключения у нас есть. Подключаем в iPhone. Я ерзаю мышкой по столу и на первый взгляд совершенно ничего не происходит. Что мы делаем? Заходим в настройки, универсальный доступ, опорно-двигательный аппарат касания и включаем Assistive Touch. После чего у нас появляется на экране курсор мышки, и мы вполне себе можем туда-сюда свайпать и пользоваться мышкой на iPhone. Я не знаю, как давно вы хотели начать пользоваться мышкой на iPhone, но вот у меня, например, вообще все идеально работает. Вот туда-сюда могу ерзать списки. Более того, на мышке огромное количество кнопок, и я могу их настраивать на различные действия. Видите? Вот эту боковую кнопку. Мы делаем следующее. Заходим там же в устройство, Razer Bazeliz Q3 Pro, и вот здесь на кнопку номер 5 у меня уже выбрано нажатие домой. Жму на эту кнопку, возвращаюсь на экран домой. Восхитительно. Впрочем, кто-то из вас справедливо может сказать, Илья, эта мышка может работать и по Bluetooth, и по протоколу 2.4 ГГц через USB-донгл. Пацаны, ни слова больше. Мы с вами берем вот такой док с отечи, подключаем его в iPhone, в него же подключаем донгл, и переводим мышку в режим 2.4 ГГц. После чего также продолжаем пользоваться мышкой, но уже без проводов. Офигенно! В этом доке у нас есть разъем HDMI. Это значит, что мы сейчас изо всех сил будем пытаться подключить iPhone к внешнему экрану. У меня, кстати, тут есть такой, это Asus-овский мобильный игровой монитор. HDMI сюда. Вуаля! У нас транслируется экран iPhone на внешний монитор, а это значит, что? Правильно. Мы с вами по беспроводу подключаем геймпад и запускаем, например, RecFest. Игру с классной графикой, весьма продвинутой физикой и затягивающим игровым процессом. Правда, я еду на 16-й позиции, ну, просто потому что я не могу сосредоточиться на временной и на записи видоса, и на том, чтобы победить всех вокруг. Тем не менее, мы пробовали это все дело подключать не только к такому маленькому экрану, но и к значительно большему монитору, и выглядит это действительно очень эффектно. Apple позиционирует линейку iPhone 15 Pro как устройство для профессионалов. А профессионалы делают что? Правильно. Снимают видео и делают фоточки. Фоточки и видео из камеры каким-то образом нужно достать. Обычно они хранятся вот на таких SD-карточках. В этом доке разъема под SD-карточки я, к сожалению, не вижу. Поэтому к этому доку мы подключаем еще один, у которого есть разъем для SD-карточек. Пробуем. Открываем файлы. И вот, пожалуйста, no-name, на котором лежат какие-то картиночки, какая-то папочка. Все это мы можем посмотреть и даже перенести отсюда или сюда какие-то файлы. Но это, кстати, к вопросу о том, что iOS такая же закрытая операционная система, вы там ничего никуда перекинуть не можете. Давайте, пожалуйста, всего два переходника и хоть обкидайтесь. А это мой любимый внешний SSD Samsung T7. Прорезиненный, кстати, очень даже рекомендую, потому что он весьма защищенный. Давайте попробуем подключить его и посмотрим, что будет. Вот он, T7. Пожалуйста, здесь, например, вот видео, которое мы снимали, когда ездили на Havail Darko в Переславль. Вот он, пожалуйста. Мы смотрим его сейчас прямо с SSD-диска. Кстати, но ради интереса мы с вами можем проверить вот что. У меня есть утилитка, которая называется Disk Test. Выбираем Drive. Это будет T7, как раз подключенный к iPhone. И проверим скорость. Я сейчас тестирую скорость SSD, подключенного в dock, подключенного в iPhone. Да, 2023-й ты меня, конечно, вообще не жалеешь. Мы получили 880 мегабайт на запись и 564 на чтение. Учитывая, что это все подключено через такие костыли, показатели нормальные. Крайне странно, что обратную беспроводную зарядку нам до сих пор не завезли. Хотя она на самом деле есть. И она работает в случае, если вы заряжаете оригинальный Powerbank Apple. Правда, толку в нем никакого нет. Никому не советую им пользоваться. Что делать, если у вас сели AirPods? Вы берете, значит, кабель USB-C Lightning. Одним концом подключаете к iPhone, а другим к наушникам. Вуаля! Лампочка загорелась. А это значит, что зарядка пошла. Вот таким образом можно заряжать свои AirPods. Вы же наверняка помните, как несколько лет назад Apple преисполнилась в едином экологическом порыве и решила, что зарядки нам с вами больше нафиг в коробках не нужны. Купим свои собственные. Решение, прямо скажем, спорное, но тем не менее зарядки покупать теперь приходится. Мы вот на студии закупились такими крохотными зарядками Кома. Здесь 45 ватт. Ган-технология, пауэр-деливери и умное распределение мощности на два USB-C. Вы от этой зарядочки можете заряжать сразу два айфона одновременно. И, в принципе, мощности здесь хватит для того, чтобы подзарядить и MacBook Air, например. А еще я купил мечту Велсакома. Это кабель USB-C и USB-C длиной 2,2 метра. Можно заряжаться из другого угла комнаты. Коннектор из прорезиненного материала, а сам кабель плетеный. Такой точно не перетрется. А еще я купил защитное стекло, потому что первую царапину на 15 Pro Max я уже успел поставить. Вторую не хочу. Комплект весьма обширный. И главное, что есть инструкция, которую обязательно нужно прочитать. Но кратенько давайте покажу. Открываем пластиковый аппликатор. Достаем весь необходимый инвентарь. Спиртовой салфеткой удаляем все загрязнения с экрана. Насухо трем микрофиброй. Стикером удаляем оставшуюся пыль. Берем хвостик, вытаскиваем его. После чего закрываем пластиковый аппликатор. Вот такая конструкция позволяет максимально точно позиционировать стекло на смартфоне. А теперь медленно и аккуратно начинаем вытягивать этот язычок. После чего также без какой-либо спешки аккуратно проводим пальцем снизу вверх. Удаляем вот эту часть пленки. И разглаживаем оставшиеся пузырьки воздуха. В результате за буквально 5 минут с помощью вот такого пластикового аппликатора мы с вами наклеиваем стекло. И наш смартфон спереди по крайней мере больше не поцарапается. Это мой прошлогодний айфон 14 про. На него я тоже наклеил стекло кома, просто потому что у меня олеофобное покрытие ушло полностью. И тыкать пальцем в экран было просто неприятно. Вообще вся линейка аксессуаров кома, которые мы тут в студии протестировали, более чем достойная. Проверьте. Аксессуары кома продаются эксклюзивно на Яндекс.Маркете. Вбивайте в поиски кома и находите защитные стекла, чехлы, наушники, пауэрбанки, кабели, зарядки и все что угодно. Ссылка в описании нашей рекомендации. Я много раз слышал претензии в сторону Яндекс.Станции, что, дескать, они все работают от сети, ее нельзя взять с собой. А вот это мы сейчас с вами и проверим. Подключаем USB-C, USB-C в айфон и... Она работает. Алиса? Ну ты как там? Да все неплохо. А вы соскучились по мне? А то ж. Алиса, включи музыку. Включаю. У вас беспроводная Алиса. Пожалуйста. Что потом будем слушать? Прекрасно. От айфона можно запитать портативную колонку. Так и а что если попробовать подключить USB-микрофон? Ха! Изи! Подключаем его в док. Зеленая лампочка загорается. Значит, что питание у нас есть. И для того, чтобы это проверить, ну попробуем GarageBand. Это тест записи на микрофон Шур, который я держу в своей руке. И пишется все это дело непосредственно в GarageBand на моем iPhone 15 Pro Max. Ну для того, чтобы послушать, нужно вытащить микрофон. Это тест записи на микрофон Шур, который я держу в своей руке. И пишется все это дело непосредственно в GarageBand на моем iPhone 15 Pro Max. Работает. Поэтому теперь вы без каких-либо проблем можете всегда носить с собой шур ПГ-42 в кармашке и писать подкасты на ходу, например, когда вы едете в автобусе. Ну, типа, если вы совсем сумасшедший, то почему нет? Еще одним весьма интересным способом использовать USB-C в новом айфоне это подключение к нему Ethernet. Вот так берешь патч-корд, вставляешь его в док, док вставляешь в айфон, отключаешь интернет на айфоне, вы видите, выключен Wi-Fi и сотовые данные, открываем приложение Speedtest, жмем начать и вуаля, у нас происходит замер скорости интернета. Ну, да, прямо скажем, скорости не впечатляющие, но вот есть у нас, например, другой кабель и вот оттуда интернет-то раздается значительно более эффектно. Ну, вы можете сказать, Илья, ну нахрена вообще в целом-то подключать Ethernet к смартфону? Ну, что это вообще за хатч-шизофрения, сумасшествие? И я с вами соглашусь. Да, даже сценарий, когда вы переходите с одного айфона на другой, восстанавливаетесь из резервной копии, все равно выглядит довольно вымученно. Как, впрочем, наверное, и все остальные кейсы, которые я вам показал. Наверное, самое полезное в жизни будет это подключение внешних накопителей без каких-либо переходников. Вы просто втыкаете свой SSD в айфон и можете кидать тудым-сюдым файлы. И более того, при подключении вот такого SSD накопителя, именно внешнего, вы сможете записывать 4К 60 кадров в секунду в прорезе, а вот без внешнего накопителя только 4К 30. Так что вот конкретно в этом смысл действительно есть. Для более консюмерских, потребительских решений, ну, вы сюда можете накидать своих сериалов и забрать их в самолет и смотреть в самолете их прямо с внешнего жесткого диска, хотя что он мешает закинуть их также на айфон. Но, тем не менее, какие сценарии использования вот такого решения действительно присутствуют. А вот мышку подключать, ну, это можно делать только потому, что это можно делать. То есть, в качестве итога, если вы хотите и собираетесь использовать свой айфон 15 про или про макс с USB-C на полную, чтобы воспользоваться всеми преимуществами этого универсального разъема, вам понадобится, ну, примерно вот такой комплект. Очень удобно, компактно, не запутаешься совершенно. И самое главное, всегда можно брать с собой, чтобы оставаться профессиональным каждую секунду, что айфон находится у вас в руках. У нас подключены наушники на зарядке, мышка, 3D-дока, монитор, внешний накопитель, микрофон. И у нас просто уже закончилась техника вокруг нас, которую еще можно было бы сюда подключить. Удобно, практично, функционально, а главное, компактно и всегда можно взять с собой. И, кстати, питается айфон сейчас также от зарядки кома, которую я вам уже показывал, вот той 45-ваттной. И все это вполне себе работает, айфон даже зарядился уже на пару процентов. С ума сойти! Какой фигней мы здесь занимаемся? Если у вас есть какие-то идеи, что сюда еще можно было бы подключить, я вообще с превеликим интересом и удовольствием прочитаю в комментариях. А так пока подержите нас большим пальцем вверх. И увидимся с вами совсем скоро здесь, на YouTube, либо где-нибудь еще в интернете. Счастливо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok